Привет, друзья! Рассмотрим, что интересного у нас происходило сегодня в стране. Состоялась очень показательная перепалка между двумя политиками, между Слуцарем и Дадоном. Бывший депутат платформы ДА Александр Слуцар призвал готовиться к жесткому экономическому правотестоянию с Россией. Ну и, конечно, конечно, не мог Игорь Николаевич такого стерпеть, бросился на защиту Москвы, на защиту России-матушки. И Дадон заявил, этому несостоявшемуся политикам и многим другим представителям новой молдавской власти, которые активно продвигают русофобские месседжи и призывают готовиться к конфронтации с Россией, предлагаю учить историю им отчасть. Я не знаю, почему он отнес Слуцаря к представителям власти, потому что Слуцарь пролетел, его не взяли в новую власть, да и не должны были взять, потому что он из другой партии. И не буду сейчас разбирать, кто из них состоявшийся, а кто не состоявшийся. Кто из них настоявшийся, а кто уже перебродивший, и кого пора выкидывать. Об этом мы поговорим немножко в другой раз. Но знаете, что интересно? Дадон закончил вот эту свою речь о защите России словами, которые приписывают Бисмарку, Отто фон Бисмарку, немецкому канцлеру, жившему больше ста лет назад. «Заключайте союзы с кем угодно, развязывайте любые войны, но никогда не трогайте русских. Превентивная война против России – самоубийство и страха смерти». Проблема, на самом деле, в том, что, во-первых, большинство цитат Бисмарка, которые особенно про Россию и особенно про Украину – это фейки, которые просто были придуманы пропагандонами из КГБ. В общем-то, имеют больше современного контекста, нежели относятся к тем временам. Знаете, как, впрочем, говорят, что Ленин сказал, что проблема цитат из интернета в том, что они ложные. Так вот, чтобы закрыть тему Бисмарка, я приведу его одну реальную цитату, которую он сказал на самом деле. «Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят своей непредсказуемой глупостью». Вот пусть Игорь Николаевич изучает историю до конца, перед тем, как давать уроки истории другим людям. Кстати, раз мы уже заговорили про Дадона, то сегодня парламент одобрил отставку Дадона с поста депутата. Депутата. Его место осталось свободным, и теперь на это место должен зайти следующий депутат по списку партии социалистов. Запрос Дадона, который сам попросил снять с него мандат депутата, поддержали 70 депутатов. То есть, ну, абсолютное большинство. И один проголосовал против. Не знаю, кто это был, наверное, Цирдя. Пять воздержались. Ну, конечно, с этого постебались все, кто только мог. Начиная с спикера парламента Гроссу, который сказал, кому-то будет его не хватать. Вы можете использовать голубей для переписки. Возможно, это отсылка к тому голубю. Помните, Дадон перед выборами, год назад в это время, когда перед президентскими выборами он говорил, что Майя Санду – это сорока в небе, а он вот порумбел на заборе. Типа, держитесь за голубя, который у вас здесь есть в руках, не мечтайте о той сороке, которая далеко. Но молдавский народ все-таки выбрал сороку, потому что голуб этот всем немножко уже поднадоел. И Дмитрий Олавов, конечно, у него очень зачетный комментарий. «Проверьте, все ли ковры и книги на месте», то есть намекая на стяжательство товарища Дадона, Алайба порекомендовал коллегам проверить, не пропали ли какие-то вещи в парламенте. Ну, давайте теперь к более важным новостям. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица сообщила о прогрессах в переговоре с «Газпромом» по долгосрочному контракту на поставки топлива. Кстати, сегодня европейские партнеры подтвердили официально, что они не просят Молдову в рамках соглашения об Евроассоциации, чтобы у нас был какой-то короткий контракт с Россией, или чтобы тем более мы отказались от контракта с Россией. Это наше внутреннее дело. Хотим, заключаем, на какой срок считаем нужным, на такой и заключаем. И я думаю, что вот, может быть, даже вот сейчас, когда мы эту передачу записываем, может, пока она выйдет в эфир, потому что пройдет монтаж, пройдет несколько часов еще, возможно, к тому времени уже будет какая-то информация о результатах этих переговоров. Потому что уже, знаете, где-то витает в воздухе о том, что вот-вот будет результат. Не обязательно позитивный, просто будет. Собственно, уже второй раз происходит такая ситуация, когда наша делегация вылетает на какой-то определенный срок, но задерживается. В этот раз произошло то же самое. Они, опять-таки, должны были вернуться вчера, но остались на переговоры. И что важно, в этот раз в переговорах участвовал и Миллер, глава Газпрома. То есть это значит, что Россия делает какие-то шаги навстречу. И, собственно, знаете, если бы мы исходили только из какой-то логики и рационального мышления, я уверен, что этот контракт был бы заключен на 100%. Да, поторговались бы, мы хотим так, а нет, а мы хотим вот так. И в итоге бы заключили этот контракт. Но мы вспоминаем, упомянутую раннюю цитату Бисмарка, и тогда понимаем, что, конечно, не факт. То есть я на сегодняшний день считаю, что примерно шансы 85 на 15. То есть 85, что этот контракт все-таки будет заключен и по более-менее нормальными условиями. То есть да, цена вырастет на ГАЗ, однозначно вырастет, потому что цены выросли во всем мире. Она просто не может не вырасти. Но, понимаете же, большая разница, насколько она вырастет. Я все-таки даю, что 85%, что это будет какая-то более-менее адекватная цена. То есть не те, что нас там пугают вот эти вот некоторые типа политики, которые нам обещают какие-то ужасы там по тысяче и больше цены. Я думаю, что это совсем маловероятный и даже невероятный вариант. Я думаю, что завтра, когда мы запишем наш террариум, нашу еженедельную передачу аналитическую, в которой мы разбираем самые важные события недели, уже будет какая-то нормальная, ясная информация о том, получился этот контракт или нет. Вот для того, чтобы не пропустить это, вы, конечно, обязательно подпишитесь на канал и нажмите там внизу есть под этим видео колокольчик. Когда вы его нажимаете, вам будут приходить уведомления о том, что на канале появились новые видео. И вот завтра мы подробно разберем эту тему, каким результатом мы пришли по ГАЗу. Так все-таки, будет у нас ГАЗ или нет? Поговорим о этом завтра. Всем доброго. Пока.